Восстановить так, как было в день первого открытия. Такая задача стоит перед реставраторами, работающими в ДК Литвинова. Фронт работ колоссальный. Здесь и уникальные панно, и рисунки на потолке и стенах. Потерянные мозаичные кусочки смальты будут искать у российских мастеров. Деталей предстоит найти немного, около 25 штук. К реставрационным работам привлечены лучшие специалисты, художники первой категории. Восстановят в прежнем виде и люстры дворца, их отреставрируют в московской мастерской. Реставрационные работы ведут и снаружи здания, восстанавливают гранитные облицовочные плиты, укрепляют сохранившиеся целые элементы с железными креплениями по бокам, а на лицевой части дворца устанавливают новые. Закончился и стропильный ремонт крыши. Специалисты выполняют внутреннюю отделку помещений, ремонтируют инженерные системы здания. План, график работы, вопросы, касающиеся проекта реставрации, с подрядчиками на месте обсудила глава Самары Елена Лапушкина. Впереди больше года у нас есть по контракту. И, конечно, ждем с нетерпением, когда это красивое, востребованное, нужное здание, это ДК, все-таки будет вновь служить жителям города. По контракту объект должны сдать в 2022 году. После открытия зрители будут принимать три зала. Концертный на 800 мест, театральный на 300 мест и конференц-зал на 270 мест. Для каждого из них предусмотрены отдельные гардероб, буфеты, гримерные. Откроются новые танцевальные и вокальные классы, большой спортивный зал, студия звукозаписи, библиотека и многое другое. До эпифанов, события.